Мир вам, дорогие мои, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, нажмите на колокольчик, чтобы вы первыми узнавали о тех новостях, которые выходят на нашем канале. И помогите нам распространить это видео. Также в конце этого ролика я выставлю адрес электронной почты. Мы решили в нашей церкви создать молитвенное движение, куда приглашаем другие церкви сегодня, для церкви партнера объединиться в молитве за нужды наших братьев, сестер, христиан в разных странах мира. В России, в Украине, в Армении, в Азербайджане и в других странах. Откуда бы ни приходили нам сегодня письма из США, Канады, из Германии, из других стран мира. Пожалуйста, возьмите на заметочку для себя. Мы будем молиться вместе, будем молиться, чтобы Бог сегодня делал что-то удивительное и замечательное. Сегодня я хотел с вами поговорить об одном событии, которое не должно пройти незамеченным, потому что уже многие христианские телеграм-каналы и другие средства, как СМИ их называют, они уже разместили у себя обращение Союза христиан, христианских церквей Украины, «Слово жизни». Это то движение, которому я принадлежал здесь, в России. И российская церковь «Слово жизни» молчит. Очень много чего происходит. Но я не буду зачитывать все обращением. В конце этого видеоролика мы разместим. Вы сами сможете прочитать, если еще не прочитали на других телеграм-каналах. Я хочу зачитать вам последнюю часть, где братья, где церкви, где пастыри и епископы обращаются к нам, к россиянам. «Мы постоянно разговариваем с нашими братьями во Христе, живущими в России. Одни из них понимают, что происходит, и пытаются что-то изменить. Другие молчат, смирившись с происходящим. Третьи следуют пропаганде, часто не желая никого слушать. Мы любим их и молимся о них. При этом мы понимаем, что отношения между нашими странами смогут начать восстанавливаться только после определенных событий». Здесь они причисляют требования или свои пожелания наши братья, нашей церкви «Слово жизни» в Украине. Первое. Россия должна вывести все свои войска со всей территории Украины. Второе. Российский народ должен признать факт многолетней агрессии и принести за это публичное и открытое покаяние. Третье. Российская Федерация должна возместить путем репарации весь тот ущерб, который она нанесла Украине и ее народу во время войны. Четвертое. Военные преступники должны понести заслуженное наказание в международных судах. Россия, пятая, должна отказаться от идеи превосходства над постсоветскими странами, занять адекватную демократическую позицию добрососедства, включающую как уважение к другим странам, так и к собственным гражданам, которые сегодня страдают от репрессий и цензуры. Только благодаря этому и молитве однажды могут установиться добрососедские отношения между нашими странами. Сейчас же самым важным заданием для нас является прекращение войны, говорят пасторы и епископы Украины. Наш христианский союз входит в международное объединение «Слово жизни», в котором находятся и союзы из других стран, имеющие неразрешенные военные конфликты. Это Армения и Азербайджан, Россия и Грузия, Израиль и страны Ближнего Востока, что помогает нам понимать друг друга, сострадать друг другу и поддерживать друг друга. «Побеждая все вызовы и сложности, мы убеждены, что Церкви, Россия и Украина должны отказаться от ненависти друг к другу, молиться о мире и делать все возможное, чтобы война прекратилась. В то же время мы верим, что Церковь должна быть солью земли и светом миру. Она должна быть голосом совести своего народа и призвана называть вещи своими именами. Ведь если совесть молчит, на ее место приходит искаженное восприятие реальности, которое ведет на неверный путь. Именно поэтому мы считаем, что стоять в истине важно для каждой Церкви, в каждой стране. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». Притча, 27 глава, 5 стих. «Давайте действовать в вере, надежде и любви, проявляя их ко всем их каждому. И пусть Господь, источник истины, утешения и силы, поможет нам иметь мир в сердце, даже в одни скорби, боли и отчаяния. С молитвой и благословением Совет и Церкви Союза Христианских Церквей Украины Слово Жизни». Вот такое послание. Я хочу немножечко его прокомментировать, потому что со стороны Российской Ассоциации Церквей Веры, куда входят все 230 церквей, слово жизни, где я еще до недавнего времени также состоял, я люблю и дружу с многими братьями. Вот прочитайте, прочитайте сами полностью весь текст обращения наших братьев, наших братьев, еще раз подчеркну, и сестер наших пастырей, членов наших церквей, наших епископов с Украины. Они переживают, что нам не доно сегодня понять и пережить. И поэтому они ожидают внятной, четкой, как, впрочем, и многие церкви, входящие в международное движение, слово жизни, четкой позиции, позиции движения слова жизни здесь, в России. Они ожидают четкой позиции, которую должен занять пастор Мацула Исхайель. Он должен решиться на что-то, оставаться ему в Союзе, где является начальствующим епископом Сергей Риховским, который запятнал себя, как вы знаете, чем, своими высказываниями, своими заявлениями от лица Союза, частью которых являются, а значит, и поддерживают церкви слова жизни. Они должны занять позицию или выйти из этого Союза. Вас ничто не удерживает, братья. Сегодня закон не требует быть в Союзах. Вы сами уже централизованная организация. Наберитесь смелости, соберитесь, решите. Как я был с вами, Духом, я всегда с вами, я готов протянуть руку. Давайте создадим здесь, в России, какую-то площадку, переговорную площадку со всеми церквями. Давайте соберемся, давайте будем вместе думать, молиться и решать, что делать в этой ситуации, какие решения принимать, что говорить. Хотите, делайте это без меня. Это ваше право. Я не настаиваю ни на чем. На этом настаивают братья. Братья, которые сегодня под тяжелыми ударами в прямом и в переносном смысле. Поэтому прочитайте это обращение, пожалуйста, все зрители нашего канала посмотрите, потому что этот вопрос вышел уже на международную арену. Уже есть определенное давление всех стран мира, где есть так или иначе представлено церковь слово жизни. И все мировые пастыри, лидеры, епископы задают один и тот же вопрос к российскому слову жизни, к пастыру Мацули, Исхаэлю. И они озвучивают его и говорят об этом, с кем вы, что в вашем сердце. Вы все это оправдываете? Где ваша четкая, смелая христианская позиция? Благослови всех, Господь! С вами был я, епископ Альберт Раткин. И еще раз напомню, в конце этого видео вы видите электронный адрес, куда вы можете присылать свои нужды, свою боль. Мы будем молиться. Наша церковь и церкви-партнеры во всех республиках, во всех странах, во всех городах нашего маленького-маленького мира. Благослови всех, Господь!